Акция «Студенческий десант» продолжается. На протяжении всей этой недели учащиеся вузов посещают различные подразделения полиции, знакомятся с работой стражей порядка. На этот раз на повестке дня экскурс для студентов юрфака по одному из самых интересных отделов – экспертно-криминалистическому центру ОМВД. Здесь по мельчайшим крупицам воссоздают картину преступления и помогают установить причастных к нему лиц. Мероприятия, которые мы проводим достаточно уже системно и не первый год, рассчитаны в первую очередь на то, чтобы осветить деятельность полиции, чтобы молодые люди, которые в будущем, может быть, выберут для себя в качестве профессии, профессию правоохранителя, знали тонкости, особенности работы, не боялись контактов с полицией, оказывали посеместное содействие в случае, если им приходится столкнуться с какими-либо правонарушениями или преступлениями. Работа эксперта довольно рутинная и скрупулезная. Здесь изучают отпечатки пальцев и другие следы, оставленные на месте происшествия. Проводят и узкоспециальные экспертизы, например, взрывотехнические и баллистические. Для сотрудников центра это каждодневный труд, но до студентов сложную информацию необходимо донести живо и понятным языком. Уникальный, один из представителей первых автоматических пистолетов, которые вообще появились. Как вы думаете, сколько лет этого пистолета? Внимание, ну быстрее. Да, этому пистолету у нас Браунинг, модель 1900 года, ему 117 лет, под калибр 7,65. Из похожего пистолета Фанни Каплан совершал покушение на Владимира Ильича Оленина. Из такого же пистолета он производил мастер-либо. Поиск на месте преступления следов, которые приведут сыщиков к злоумышленнику, задача непростая. Все необходимое для этого должно быть под рукой. Студентам продемонстрировали чемоданчик эксперта. В подробностях рассказали о его содержимом. В чем суть магнитной кисти? Набирается порошок и получается, в принципе, подобие обычной кисти. Объекты обрабатываются. Наиболее забавным участником экскурсии показалось составление так называемого фоторобота. На самом деле, все намного серьезнее, чем кажется. При составлении фотокомпозиционного портрета нужно взаимодействовать со свидетелем. Чтобы получить все необходимые, а главное – точные данные, приходится находить подход к каждому. Этапы составления фотокомпозиционного портрета с детьми, они немножко отличаются. Там больше в игровой форме, потому что процесс, я говорю, может занимать до нескольких часов, до упора. Соответственно, с молодежью надо разговаривать на молодом языке, да, понял, какие там… Ну, вы знаете жаргон ваш, да, я сейчас не буду говорить, а то у меня начальники не поймут, хотя я все это знаю, как вы разговариваете. Ну, а со взрослыми людьми, там, с пожилыми, соответственно, надо давать побольше отдыхать, потому что уже и зрение у них не то, и, соответственно, встают они раньше, чем все остальные. Многие из ребят подумывают о том, чтобы после окончания вуза посвятить себя службе в правоохранительных органах. Выбор направления работы – это самое сложное. Экскурсия в центр помогла ребятам под новым углом увидеть профессию эксперта-криминалиста. На мой взгляд, это очень интересно. Эксперты все очень подробно рассказали, показали детали своей работы. Ну, и лично меня это заинтересовало. Я буду рассматривать в будущем это как возможную перспективу. До профориентации будущих юристов еще немало времени. Но главная цель – показать, что работа экспертов не только полезна, но и очень интересна – достигнута уже сейчас. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!